Боб Дойл Для меня большая честь представить второй из четырех видеомодулей, чтобы помочь вам разобраться в нынешней ситуации, найти свое место в этих обстоятельствах и понять, как можно справиться с новой реальностью, с этими переменами и неопределенностью. Знаете, для многих сейчас все совсем по-другому, и мы не знаем, что нас ждет, поэтому испытываем большой стресс, беспокойство, а в некоторых случаях откровенный страх и депрессию. Все эти негативные эмоции от того, что наши ожидания не оправдались. И вот мы видим, как целый ряд систем выходит из строя или кардинально меняется, и мы пытаемся найти свое место во всем этом. И это влияет на качество нашей жизни, на нашу способность мыслить творчески, на нашу способность контактировать с людьми, да просто чувствовать себя собой. Но сейчас перед нами лежат также и великолепные возможности. Так что я надеюсь, что мои модули позволят вам воспользоваться этими возможностями, применить новое знание на практике, создать для себя нечто сверхвдохновляющее. Итак, в прошлом видео я говорил о том, что последние 20 лет я преподавал закон притяжения во многом с точки зрения энергии. Я говорил о ваших вибрациях и тех колебаниях, что порождают ваши мысли и как это создает вашу реальность. И хотя все это актуально, весело и интересно, я понимаю, что сейчас люди испытывают такое сильное эмоциональное потрясение, что им становится сложнее понимать все эти эзотерические идеи. Есть хорошая новость. Вам вовсе не обязательно понимать всю эту эзотерику. Сегодня суть нашего с вами диалога намного более приземленна. Речь о самой биологии того, как мы ощущаем нашу реальность. И принимая во внимание все наши знания об этом, что мы могли бы делать ежедневно, чтобы изменить наше представление о действительности. Если мы живем в каком-то страхе, панике или неопределенности, как нам от этого отойти? Сделать выбор в сторону других мыслей или чувств, чтобы улучшить наше ощущение настоящего и научиться принимать правильное решение. В прошлом видео я говорил о перепрограммировании и представлении о том, что наш мозг биологически запрограммирован реагировать на окружающую действительность. Каждую секунду мы создаем нашу реальность, основываясь на тех данных, что поступают к нам в мозг, посредством всех наших органов чувств. И я говорил о том, что эта реакция закладывается в нас неосознанно на протяжении всей нашей жизни. И вот создаются нейронные пути, которые определяют то, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию. А из-за того, что все мы переживали разный опыт в процессе взросления и по-разному программировались наши мозги, все мы видим одну и ту же ситуацию немного иначе. Да, есть ситуации, в которых люди единогласны, но бывают и нюансы, в которых мнения расходятся, или они абсолютно не согласны друг с другом. И подобных разногласий в мире сейчас много. Мы сталкиваемся с разными идеологиями и философиями, и люди просто не могут понять, почему кто-то может думать иначе, принимая во внимание все имеющиеся факты. Но все дело в программе. В этом модуле я расскажу о том, как эта установка определяет ваше положение в мире, когда на самом деле ваше положение в мире определяет эту установку. Большинство людей сегодня действуют на автопилоте. То, кем они являются, — результат всей их жизни. Тех смыслов, которые они придавали вещам, основываясь на полученных данных, а потом они объединили все эти смыслы и создали личность. Вы — те, кто вы есть, из-за своей текущей программы. Другими словами, будь вы компьютером, вас бы кто-то запрограммировал, и вы выполняли бы эти программы. То, кем вы являетесь. Ваши поступки, мечты, за которыми следуете или не следуете. Все, что вы любите или не любите делать. Еда, которая вам нравится. Это ваша программа, и она определяет вашу действительность каждый божий день. И то, кем является человек, влияет на весь остальной мир через его с ним взаимодействие, будь то лично или посредством современных технологий. То, кем вы являетесь, оказывает воздействие на мир. И все это из-за вашей внутренней установки. Наша программа определяет то, чего мы можем достичь в жизни. Это может быть работа или отношения, и они полностью соответствуют вашей внутренней установке. Да, вас может что-то не устраивать. Вам хочется большего, но суть в том, что вы настроены на ту ситуацию, в которой находитесь. И пока вы не начнете вести себя как-то иначе, делать это последовательно, эта ситуация не изменится. Итак, мы постоянно являемся кем-то, и мы называем это нашей личностью. Мы говорим, ну что же, вот такой я и есть. Но по факту, это всего лишь ваша установка. Если вы взглянете на историю собственной жизни, вы увидите, что в прошлом, возможно, ваша личность менялась. Есть ваше фундаментальное я, которое можно проследить через всю жизнь. Но есть также и аспекты вашей личности, которые менялись в процессе взросления, или когда в вашей жизни происходит что-то, вызывающее переоценку ценностей, внезапную смену программы. Например, вследствие травмы. Но вы были теми, кем были. Поступали так, как поступали. Говорили то, что говорили, и все те решения, что вы приняли, привели вас именно туда, где вы сейчас. В идеальном соответствии с тем, кем вы были до этого. И дело не только в ваших поступках, а также в мыслях, в ваших убеждениях и в том, как вы себя оцениваете. Все это определяет вашу жизнь. А теперь, допустим, в вашей жизни наступил момент, когда вы чувствуете неудовлетворенность, и это не дает вам спать по ночам. Вы готовы к чему-то новому. Вы начинаете мечтать об этом, надеяться. Но позвольте скажу, как это происходит у большинства людей. Когда вы пытаетесь создать как бы решение вашей проблемы, руководствуясь этими принципами, этим видением, через подобные размышления, с точки зрения человека, у которого есть все эти проблемы, тот результат, что вы получите, вовсе не тот, к которому вы стремитесь. Для вас важно, чтобы видение будущего основывалось на личности, которой вы по-настоящему хотели бы стать. Давайте об этом поразмышляем. Давайте подумаем о том, в чем разница между тем, кто вы есть сейчас, и тем, кем вы хотели бы стать. Как вообще это понять? Некоторые из вас, возможно, уже знают. Я хотел бы быть храбрее, более открытым, более активным. Хотел бы обладать теми или иными навыками. Вы можете осознавать это, и все это вам доступно. В этом прелесть той возможности к перепрограммированию, которой мы располагаем, как люди, и о которой я раньше говорил. Если вы хотите кем-то стать, знайте, вы способны. Да, может, вы не верите в это, но причина тому, ваша программа, именно она не позволяет этого добиться. Вот в чем правда. Ваша программа полностью соответствует тем данным и тем смыслам, которые вы в нее внесли. Но радикально новая идея заключается в том, что вы на самом деле можете стать той версией себя, которой всегда хотели стать. Но ваша установка говорит, нет, я такой. Именно поэтому, когда вы создаете вдохновляющую версию себя, это кажется абсурдом. И осознание этого останавливает людей. Ой, это безумие, я никогда таким не стану. Ну, конечно, вы будете так думать, и 99% людей будут думать точно так же, и не потому, что они негативно настроены, или с ними что-то не так, а потому, что они просто не запрограммированы принять это за правду. Но если они слышат внутренний зов, и он звучит заманчиво, что же, я не чувствую себя таким, но я очень хотел бы себя таким почувствовать, это уже начало. Пусть образ того, кем вы хотите быть, станет для вас вдохновением, даже если для вас это неизвестность, потому что раньше никогда такими не были. У вас есть некое представление. Даже если вы не можете выразить это словами, глубоко внутри, вы это понимаете. И вам не нужно стараться подобрать слова, когда важно само ощущение, потому что ощущение сподвигнет вас на поступки, а эти поступки повлияют на мир вокруг вас и принесут плоды в необходимой вам области. Но любой ваш поступок – это результат того, кем вы являетесь. И вот хорошая новость. Вы сами вправе это решать, каждый день, если нужно. Но если вы каждый день будете менять то, кем вы являетесь, мир просто не будет за вами поспевать, поэтому лучше всего иметь четкое представление о том, кем хотите быть, а затем начать процесс перепрограммирования, о котором мы говорили в первом видео, чтобы это произошло. Но прежде чем это произойдет, вы должны понять, кем вы хотите стать, какими качествами обладает этот будущий, вы, в отличие от тех, которыми вы обладаете сейчас. Тот, кем вы являетесь сейчас, может иметь ограниченные представления об успехе, о деньгах, любви. А ваша идеальная версия – как она будет себя чувствовать и что ощущать? Если сегодня вы слышите про деньги или любовь и чувствуете скованность, то что будет чувствовать идеальная версия вас? Необъятность? Можете попытаться ощутить необъятность? Можете представить другую сферу вашей жизни, где у вас есть это всеобъемлющее чувство, и перенести его в ту область, где чувствуете скованность? На самом деле, это легкий путь к тому, чтобы определить, кем вы хотите быть. В течение дня, в те моменты, когда чувствуете себя бессильными или лишенными прав, прислушайтесь к себе и скажите, «Хорошо, сейчас я чувствую себя так». Это знакомая ситуация, и я реагирую на нее вот так. Она мне не нравится. Вот кем я являюсь сейчас. Тем, кому не нравится эта ситуация, тем, кто не может на нее повлиять, тем, кто не может мыслить творчески, и, возможно, тем, кто не чувствует, что у него есть выбор. Итак, что бы прямо сейчас сделала идеальная версия меня? Как бы она посмотрела на эту ситуацию? И просто сделайте это. Вы способны наделить себя такой силой, какую хотели бы иметь, как если бы вы были киногероем. Настал ваш час. Та самая часть, где герой, наконец, ощущает свою силу и берет то, что считает нужным. Вы видели подобные фильмы, и вы слышали подобные истории. Так представьте же себя героями этих фильмов в тот момент, когда чувствуете собственное бессилие. Дайте волю воображению, а потом сделайте то, что сделала бы идеальная версия вас самих в вашем воображении. Просто сделайте это. Прямо сейчас вы подумаете, я не могу. Конечно, вы так подумали, потому что это ваша установка. Все в порядке, я понимаю, почему вы так подумали. Но как только вы сами поймете, почему так думаете, это будет колоссально, потому что это позволит вам сорваться с крючка. Не нужно думать о том, что с вами что-то не так. Почему у меня ничего не получается? Вы не хотите задавать подобных вопросов, потому что такие вопросы укрепляют вашу программу, в соответствии с которой они верны. Вы должны задавать себе вопросы вроде, «Почему я такой классный?» И пусть ваш мозг сам придумает ответы. Вы почувствуете себя гораздо лучше. Итак, подведем итоги. У нас у всех есть программа, и эта программа диктует то, кем мы являемся в мире. А то, кем мы являемся в мире, обладает определенной степенью эффективности. Вы либо достигаете своих целей, либо не достигаете, не решаетесь сделать шаг. Вы либо любите свою жизнь, либо нет. Где бы вы ни находились, все это основано на том, кем вы являетесь, и как интерпретируете набор данных, которые и есть в вашей жизни. Если вас не устраивает на 100% то, как вы себя ощущаете в своей жизни, это от того, кем вы являетесь, а значит, как интерпретируете действительность. Это я не для того, чтобы показать, что вы не правы, а для того, чтобы показать вам пользу такой точки зрения. Ого! Я действительно прямо сейчас это делаю. Этот человек, эта версия меня берет эту информацию и по какой-то причине создает очень ограниченное ощущение. Вместо этого я хотел бы увидеть новую возможность. Как? Каким образом все происходящее идет мне на благо? Это гораздо лучше, чем задаваться вопросом, почему со мной происходят все эти неприятности, потому что вы получите ответ на любой из этих вопросов. Ну что же, я надеюсь, все это было очень полезно, потому что сейчас я прошу вас решить, кем вы хотите быть в настоящем и будущем. Я не ограничиваю вас во времени. Предлагаю вам помечтать с размахом. Помните, сейчас все может показаться неподъемным, но это только из-за вашей установки. Помните об этом. Да, все это сперва покажется невозможным, но чем больше усилий вы будете прилагать и работать над этим новым видением, тем ощутимее поменяется ваша программа, и то, что казалось невозможным, будет казаться все менее невозможным. Вот так это работает. Все, что вам нужно, попробовать, и вы убедитесь сами. В следующих двух модулях я поделюсь различными способами применения этой стратегии создания вашего нового «Я», используя дар нейропластичности, которым мы все обладаем, чтобы вы смогли практиковать его ежедневно, чтобы новые мысли и идеи стали частью вашей программы, чтобы они перестали казаться какой-то рутиной или чем-то невероятно сложным, чтобы вы к ним привыкли, сделали их образом жизни. Я с нетерпением жду встречи с вами в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok